Добрый вечер! В прямом эфире студия «Репортер» с Константином Гречаным. Сегодня мы поговорим о городском бюджете на 2018 год. Соответствующий проект исполком Детского городского совета сегодня вынес на будущую сессию Детского городского совета. Вот, собственно, какие цифры этого бюджета, мы поговорим с нашими гостями. Это депутаты Одесского городского совета Вадим Терещук, фракция «Самопомощь». Здравствуйте! Добрый вечер! Светлана Асауленко, председатель фракции Украинской морской партии. Добрый вечер! Добрый вечер! И Оксана Гончарук, председатель профильной комиссии, комиссии по финансам депутатской. Здравствуйте! Здравствуйте! Если у вас есть вопросы к нашим гостям в студии, звоните по номеру прямого эфира 34 92 58. 34 92 58. Оксана, давайте начнем с вас. Вот расскажите доходная часть, расходная часть, основные цифры вот этого проекта. Хочу начать не с цифр, хочу начать с того, что сегодня действительно на исполнительном комитете дан старт обсуждения бюджета города на 2018 год. Это серьезный документ, который затрагивает все сферы жизни нашего города. Поэтому очень хорошо, что он начался заблаговременно. И хочу сакцентировать внимание, что сессия будет рассматривать его в декабре месяце. Не на этой очередной сессии, которая будет назначена на 8 ноября, а в декабре месяце. То есть у нас есть еще в середине декабря, у нас еще есть почти два месяца для обсуждения в профильных комиссиях, предложениях, обсуждения среди депутатов, среди общественности, экспертов, для того, чтобы принять качественный документ, по которому город будет жить в следующем году. Что хотелось сказать. Бюджет цифры вы, Светлана Николаевна, подробно презентовали сегодня. Директор департамента финансов 8 миллиардов бюджетов. Она подробно остановилась на том, что децентрализация действительно существенно увеличила доходную часть бюджета. Доходы департамент финансов просчитал согласно тем показателям, тому строгому бюджетному законодательству и проекту бюджета на 2018, который принят кабинетом министров. То есть мы все знаем, что зарплата с 1 января у нас минимальная поднимается, в связи с этим поднимаются, естественно, все налоги местные, потому что они рассчитываются от минимальной зарплаты. Таким образом, у нас есть как бы рост бюджета. В этом году, ну так, чтобы цифры, у нас 10 миллиардов бюджет, сейчас мы принимаем проект бюджета 8, но это без субвенций, потому что мы не знаем, сколько государство примет и выделит нам. И без тех остатков, которые у нас останутся неиспользованные, ну в прошлом году, по-моему, около 600 миллионов у нас было неиспользованных на счетах остатков. Хотя это тоже отдельная тема, мы держим это на контроле, чтобы деньги осваивались своевременно и так далее. То есть ориентировочно, я думаю, что у нас мы выйдем на такую же цифру, не меньшее, чем бюджет 2017-2018. Что хотелось, основные моменты, это то, что увеличивая доходную часть, в рамках децентрализации городу, государство делегирует, ну всем местным громадам дополнительно, как бы, что ли, скажем таким термином, скидывает, перебрасывает расходы. То есть декларируя про то, что средства громад увеличиваются, но добавляются потихоньку, потихоньку перебрасывая на город расходы. Вот Департамент финансов почитал эту цифру. На 2018 год миллиард 466 миллионов – это те полномочия, которые должно обеспечивать государство по действующему законодательству, но они как бы сбросили это все на местные советы. Поэтому, считайте, те ресурсы, которые мы дополнительно заработали, мы просто должны сохранить тот же уровень социальный, который у нас был. Для этого мы продолжаем финансировать эти статьи. Это питание в школах, это льготы в общественном транспорте для пенсионеров, это профессионально-техническое училище и прочее, прочее. То есть вот такие, еще один момент… То есть, насколько я понимаю, вот эти вот вещи, когда дополнительные расходы сбрасываются на местное самоуправление, делают, по сути, рост бюджета дутым, номинальным, да? Да, то есть фактически мы сохраняем тот же уровень качества жизни социальных услуг, то есть мы все равно бесплатно едем, едем трамваи, дети наши попитаются в школах и так далее. У нас есть рост, но качество нашей жизни остается на том же уровне, потому что нам добавляют эти полномочия. Еще тоже бедрега остановилась, мы будем тоже этот бюджет подробно рассматривать в комиссиях, мы тоже только сегодня его получили, подробно остановилась на медицинской реформе, что она вся на устах, на слуху, что действительно вот эта порывинная медицина, там меняется порядок, то есть этим занимается, я знаю, профильная комиссия, готовится к этой реформе, то есть будут эти семейные врачи, которые будут заключать контракты, и только при заключении контракта, и если он заключил контракт с пациентом, он будет, эти первые наламки будут получать финансирование, но лечить людей надо и в переходный период, поэтому в бюджете это тоже предусмотрено, оплата труда этим врачам и так далее, все финансировано, чтобы мы сохранили, чтобы одесситы получили тоже качество услуг, поэтому вот коротко вот такая... Ну и надо сказать, что медицинская субвенция сокращается на 21%, да? Да. Светлана, как вы оцениваете этот бюджет, да? Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер Константин, все одесситы, которые смотрят наш эфир, знаете, я хочу в первую очередь поблагодарить, начать свою речь со слов благодарности Оксане Витальевне, Светлане Николаевне, за то, что, знаете, вот мы учимся, и каждый год, каждый год, все раньше и раньше громада получает проект бюджета. И, как уже говорила Оксана Витальевна, это дополнительные возможности. Проект бюджета, это, знаете, своего рода, да, вот общественный бюджет, то, по каким статьям расходов мы будем жить на следующий год. И сегодня, говоря о открытости, либо закрытости власти, я могу только порадоваться, что у нас два месяца, фактически два месяца для того, чтобы, знаете, сделать фактически новый проект бюджета. У нас фактически два месяца для того, чтобы громада, в первую очередь, люди сказали, на что нужно, денег на все не хватает, но именно люди, громада должна сказать, на что нужно тратить деньги сегодня, а что, к сожалению, может подождать еще какое-то время. Я хочу сказать, что бюджет социально ориентирован, и это не может не радовать. Программа фракции Украинской морской партии в городской совет, в которой мы шли на выборы, прописывала достаточно большое количество социально направленных моментов, которые отражены в бюджете города Одессы. Я хочу подчеркнуть, что вся наша фракция в диалоге с комиссией, с профильным департаментом работает каждый день и будет продолжать работу над тем, чтобы мы получили в декабре реально социально направленный документ, который будет отражать максимально волю и видение Одесситов, каким образом жить в 2018 году. Я хочу сказать, что сегодня на исполкоме я выступала также с предложением, чтобы пересмотреть возможность финансирования так называемых депутатских фондов. Немножко хочу пояснить, депутатский фонд это не то чтобы виртуальный, но это бюджетные деньги, которые закрепляются и на того или иного депутата, которые он может тратить по заявкам именно Одессита. Сегодня система сформирована таким образом, что открытые партийные списки. Каждый депутат закреплен за, можно сказать, избирательным округом, хотя мы все депутаты Одесского городского совета и представляем в целом громаду. Каждый депутат сегодня старается, знаете, ну то, что называется, понравится. Понравится людям, понравится Одесситам, а нравится, к сожалению, в наше время. Без денег достаточно сложно. И введя активные приемы, и это делают фактически все депутаты городского совета, мы слышим и видим обратную связь. Что нужно сделать сегодня, а какой вопрос можно где-то потянуть и сделать завтра. Поэтому возможность бюджета, которое наша фракция четко видит, увеличение средств депутатского фонда до 1 миллиона гривен. То есть в два раза, правильно? То есть в два раза. Сегодня это 500 тысяч, знаете. И говоря вот с телеэкранов, огромные деньги, 500 тысяч, миллион гривен, но это немыслимые деньги, фактически с точки зрения минимальной заработной платы и пенсии. И я думаю, я не думаю, я говорю о том, что наша фракция всегда работает по принципу заявок от людей, на что потратить эти деньги. И абсолютно в открытом режиме одесситы понимают, на что тратится депутатский фонд на той или иной территории. Поэтому я буду просить коллег с других фракций. Оксана Витальевна, руководитель фракции оппозиционного блока в Одесском городском совете, представителей самопомощи, которые в принципе критикуют обычно проекты, но я вам хочу сказать, здоровая критика никогда не мешала еще ни одному процессу. И бюджетному процессу, я уверена, она также не навредит. Поэтому мы в реальном диалоге с коллегами, потому что, знаете, я не могу не радоваться, смотря на ребят, действительно такой достаточно молодой городской совет, очень много молодых людей, которые очень живо реагируют на все инициативы, отзываются, работают не покладая рук, стараются понравиться одесситам и стараются сделать реальные дела. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Добрый вечер. Представьтесь и задавайте вопрос. Ну, меня зовут Сергей Владимирович, и у меня, шановным депутатам и нашему городскому правительству, прямой вопрос. Я 53 года получал лекарства по жизненным показаниям по несахарному диабету. Меня вызвал областной эндогринолог и говорит, что с Нового года ты получать не будешь, город должен заботиться о тебе. И сказать по правде, я кому не обращался, мне никто ничего не сказал, как это будет выглядеть. А у меня запас жизненный небольшой без лекарств. Буквально это 10 дней, 2 недели максимум утек мозга и пирожки. Я скажу по-другому. Лекарство дорогое. Я на свою пенсию реально не могу купить его. Вот как мне быть, дорогая царь? Спасибо за ваш звонок. Держитесь. Действительно тяжелая у человека жизненная ситуация. Кто может ответить? Я хочу сказать, что программа социальной защиты населения в 2017 году профинансирована в 2 раза больше, нежели в 2016 году. И сейчас идет тенденция на увеличение на 2018 год, в которой заложены возможности помощи, социальной помощи, в том числе и на приобретение медикаментов. Вот что нужно человеку сделать, чтобы получить? Я прошу, для того, чтобы сократить всю эту ситуацию, я хочу попросить нашего телезрителя одесситы оставить свои контакты в студии. И завтра же, или сегодня, мы с вами свяжемся и полностью возьмем все ваши документы, обращения и постараемся помочь в кратчайшие сроки. Позвоните нам еще раз, пожалуйста, оставьте свои контакты, мы с вами свяжемся. На самом деле, этот вопрос недавно рассматривался в областном совете, когда депутаты, в связи с тем, что данная программа была профинансирована по-моему, менее чем на 20%, это программа закупки инсулина, были вынуждены опять же дофинансировать из средств местных бюджетов ту программу, или те гарантии, которые выдает государство, то есть, которые выдает Киев, опять же, за счет других статей социальных бюджета, то есть, были вынуждены дофинансировать эту программу. Мы надеемся, что в этом году будет заранее заложено необходимые цифры в бюджет и таких вопросов не смогут возникнуть. И все опасения граждан в отношении того, что они недополучат, то, что им причитается, будут сняты. Вадим, вот вы видели же уже сам проект бюджета, я понимаю, что у вас не было заседания фракции, но вот ваше отношение к этому документу, планируете ли вы за него голосовать? Понятно, что будет множество дополнений, поправок, но вот есть ли какое-то решение? Смотрите, очень хорошо действительно, что мы вот сейчас, в октябре, начинаем рассматривать бюджет города. Это, безусловно, не может не радовать. С другой стороны, рассмотрением бюджета, на мой взгляд, должно предшествовать принятие программы социально-экономического развития города. То есть, куда мы движемся, что это за бюджет? И оценивать его мы должны с точки зрения того, насколько мы, насколько он отвечает и насколько он способствует тому, что те цели и те задачи, которые мы ставим перед собой, они не соблюдаются. То есть, на сегодняшний день могу сказать, что на профильную комиссию, представителем которой я являюсь, программа социального экономического развития не была подана. Да, у нас есть стратегия, но как программа и социальный, и бюджет, он должен строиться, исходя из того, из принятой программы. На сегодняшний день принцип, по которому строится бюджет, это тот принцип вертикально интегрированной советской системы, с которой сначала снизу департаменты, коммунальные предприятия выдают свои запросы, эти запросы генерируются, генерируются, собираются воедино, воедино, и потом изучаются. Понятно, всегда получается следующим образом, что запросы и департаментов, и коммунальных предприятий, они превышают, превышают возможности бюджета. И изначально, так же они и подают, ну, я не буду долго, долго рассказывать о том, о тех негативах советской системы, вертикально интегрированной, административной, но этот бюджет, он строится по той же системе, и быть хорошим изначально он быть не может, но совместно с депутатами мы будем его дорабатывать, у нас есть, и я призываю при этом не только принять участие, а этот документ будет обнародован, и принять участие всех жителей нашего города, потому что это бюджет города, это их бюджет. То есть категорического нет, вы пока не говорите? Сегодня он только был презентован, как вы видите, коллеги пришли уже за... У меня даже не было возможности ознакомиться с конкретными цифрами, и поэтому, как вы правильно говорите, после того, как мы его детально изучим, и мы выскажем свое мнение по этому вопросу. Да, Оксана. Я немножко хочу поправить, ну, мы еще будем совместно, я думаю, проводить заседание, нету того принципа советского, я хочу немножко провернуть вашу, чтобы действительно не думали, что мы работаем по советскому принципу, и мы тоже, как профильная комиссия, этим занимаемся, то есть в этом бюджете уже на 400 миллионов все программы, которые принял городской совет на 2018 год, предусмотрено на них финансирование, то есть есть 500 миллионов уже распределены через программы. Чтобы вы понимали, 50% бюджета, вот вроде 8 миллиарда много, это защищенные статьи, это зарплата и энергоносители, то есть там вариантов, мы должны обеспечить функционирование всех наших детских садов, школ, поликлиник, больниц и так далее, то есть там вариантов распределения, медикаменты и так далее нет, поэтому такого принципа, как Вадим говорит, нет. У нас сегодня еще вот в этом бюджете, значит, единственное, с чем я согласна, я сделала акцент, что действительно бюджет будет приниматься в декабре и на эту декабрьскую сессию будет вынесена программа социально-экономического развития. Но это все показатели работы профильных департаментов. Бюджет готов, а программа социально-экономического развития, которая занимается управлением экономикой, не успела подготовить на этот исполком. Но будет досесть еще один исполком, в котором будет пересмотрена эта программа. Также 280 миллионов – это программа социальной защиты, то, о чем спрашивал наш телезритель. То есть там мы будем подробно видеть все цифры, которые предусмотрены на те эксперименты, которые над нами ставит правительство. То есть мы постараемся, и все в депутатском корпусе, и я знаю позицию мэра, и профильных департаментов, снивелировать вот эти негативные последствия. То есть заложить социальную программу, предусмотреть. У нас есть программа здоровья, в которой и медикаменты, и то, что государство недофинансирует, то, что сказал Вадим за счет местных бюджетов, мы дофинансируем. То есть все эти расходы, которые государство не покрывает, мы предусмотрим и будем стараться. И сегодня это на исполкоме говорилось, китайская говорила, что эти все моменты учтут. И те, я сказала, программы реформы, тоже, чтобы врачи не стали без зарплаты, тоже здесь эта сумма есть. Поэтому такого социального, коммунистического тут ничего нет. Сразу вас хочу заверить и всех одесситов. Я, если бы все было так хорошо, как вы говорите, мы бы не практически на каждой сессии не принимали бы изменения в бюджет. То есть мы сейчас этот фактически бюджет принимаем за основу, потом мы на февральской или когда сессии будем принимать бюджет развития, дальше через две сессии мы будем вносить корректировки. Это я не говорю о тех случаях, когда действительно, согласно связи с изменениями в законодательстве, это действительно необходимо делать. Очень часто этот бюджет у нас в основном получается, что мы принимаем его заниженный, и потом мы его увеличиваем на сессиях уже фактически почти в полуручном режиме, подводя цифры фактически под те, которые у нас заложены в бюджете. Вот это действительно факт, который сказал Вадим, действительно это есть, что уже несколько лет у нас принимается бюджет, который потом оказывается, что он ниже. То есть плановые показатели переполнены, потом, естественно, добавляются эти средства, начинают перераспределяться в таком срочном порядке, и вот выходит в конце года Светлана Бедрега, директор департамента финансов, говорит, что мы не успеваем освоить средства. Почему так происходит? Это были средства, которые мы не успеваем освоить, и они переходили на следующий год. Вы понимаете, просто очень легко критиковать и не так просто делать. Так я не критикую, я хочу понять, почему так происходит. Я просто хочу также сказать Вадиму, вы понимаете, лучше мы будем в конце года говорить о том, какие мы молодцы, то, что мы перевыполняем бюджет, и наше наполнение бюджета у нас увеличено, и мы нормально отработали. Знаете, в наше время, что такое бюджет развития? То есть это те платежи и доходы, которые поступают от людей. Сегодня правительство, власть, киевская власть загоняет людей просто, ну просто загоняет. И запланировать, что все предприниматели заплатят вовремя, какое количество у нас будет закрытие малого бизнеса, просто невозможно. Потому что наши реформы, медицинская, образовательная и дальше по списку, просто загоняют людей в такие ситуации. Они не понимают, он закроет, предприниматель закроет СПД, потому что у него бабушка сломает руку, ему придется все свои деньги отдать на то, чтобы сделать ей, наложить гипс и сделать операцию. Он закроет, он не может это спрогнозировать. А каким образом можно прогнозировать, если мы без конца принимаем, я извиняюсь, необдуманные реформы, для того, чтобы понравиться Западу, Востоку. Мы постоянно хотим кому-то понравиться. Но эта власть забывает, что в первую очередь надо нравиться гражданам. И она гражданам не нравится, потому что тот ужас, который повергает реформы, и каждый человек бежит к телевизору, включает телевизор и не понимает, в каком государстве он проснется завтра, какую реформу ему новую придумают, и три копейки, которые он собрал, он не понимает ему на похороны, на что потратить эти гроши и крохи, заплатить за коммунальные услуги, купить лекарства и вообще как просто жить дальше. И я хочу сказать, что мы стараемся, делаем от себя максимум возможное для того, чтобы бюджет был социально направленный, для того, чтобы собрать эти налоги, платежи, наполнить бюджет и пускай перераспределить, пускай в ручном режиме, но помочь реально людям. Потому что государство нас только декларирует, мы дадим субсидии, мы поможем, мы улучшим, повысим. А что мы видим в реальности? Обнищание людей, жить становится сложнее и тяжелее. Оксана, да, вы хотели ответить. Да, я хотела привести пару цифр. То есть в 2017 году у нас бюджет развития примерно 2,5 миллиарда на сегодняшний день. На следующий год запланирован уже, ну то, что вы говорили, заниженный. То есть от этой ситуации мы ушли, так как в процессе реформы нельзя было все просчитать. Сегодня этот момент устранен, то, о чем говорит Вадим. То есть в этом бюджете бюджет развития уже предусмотрен 2 миллиарда. То есть мы уже понимаем, что на развитие города Одесса выделяют уже 2 миллиарда. Почему меньше? Потому что я сказала, потому что дополнительно навантажен этот бюджет. 1,5 миллиарда – это то, что в общем фонде государство на нас перебросило полномочия. Поэтому это уже все заложено на балансирование этой реформы, чтобы социальные стандарты остались такие же. А 2 миллиарда уже сейчас в полном объеме предусмотрены. То есть если привести цифры, то в начале 2017 года у нас был миллиард бюджет развития. И вышли мы на 2,5 миллиарда. Действительно, эта ситуация была. И все связано с тем, что поддержу Светлану, что мы не могли просчитать вообще, во что выльется вот эти все эксперименты. Сколько нам, куда нужно будет потратить денег в связи с вот этой ситуацией. Но есть же, например, такие вот вещи, как ремонт коммуникации. Но под эти вещи можно же спланировать средства, не выделять их в октябре? Да, можно. Смотрите. Вот нельзя. Ремонт коммуникации, знаете, чтобы отремонтировать, я извиняюсь, Светлана Италья, чтобы отремонтировать коммуникации в городе Одессе с достаточно старым жилым фондом, сколько лет Одессе, ну знаете, никакого бюджета развития не хватит. Безусловно. И мы должны планировать, а знаете, а мы не можем запланировать, не будет ли, не дай бог, завтра пожара, не будет ли какой-то катастрофы с трубами и тому подобное. К сожалению, запланировать с абсолютной точностью такие вопросы невозможно. Сегодня мы планомерно, планомерно ремонтируем жилой фонд, планомерно предусматриваем деньги в бюджете, а сделать в один момент все, к сожалению, нет такой возможности. И, конечно же, вот и фракция самопомощи выступала с точки зрения даже нашего, то, что мы взяли заем в 1 миллиард, что давайте мы за этот 1 миллиард какую-то одну сферу закроем, и это будет видно, значимо и хорошо пиароспособно. И, наверное, было бы лучше выйти мэру, перерезать ленточку, что мы крутую трассу, развязку сделали, это все, это крутая картинка. Но, знаете, за крутой картинкой наступает реальная жизнь, когда и труба течет, и крыша течет, и лекарства не за что купить, и лифты сломаны, вышел уже срок эксплуатации, и... Я слышу здесь предложение, давайте, у нас мы не можем подсчитать. Давайте тогда жить без бюджета, и давайте все тратить в ручном режиме. Действительно, для чиновников это удобно, и давайте сделаем так. Я понимаю, что бюджет это фактически, это важнейший документ на следующий год города, то, куда будут тратиться деньги. Безусловно, он не может быть без погрешности. 1-2% бывает такая погрешность. Но, когда у нас фактически бюджет мы меняем практически в половину, то, как я говорил на сессии, либо это кто-то очень хорошо что-то сделал, то есть для этого есть причины, значит, кто-то перевыполнил план. И этот человек должен быть награжден. Мы должны сказать, вот как хорошо мы что-то сделали, либо этот человек так постарался, либо эта организация, либо это направление в результате дало нам дополнительные доходы, либо же кто-то неправильно его составил, либо тогда этот человек, который составил этот бюджет, он должен быть наказан. И раз он не может выполнять свои обязанности надлежащим образом, он должен понести дисциплинарную ответственность. Вот это позиция, которую придерживаюсь я и депутаты нашей фракции. Знаете, если бы мы не могли выполнить бюджет, наверное, нужно было бы кого-то наказывать. Но когда мы перевыполняем и зарабатываем больше, и тратим на развитие города Одессы больше, ну, я думаю, что это просто... А вы сомневаетесь, что бюджет будет перевыполнен в следующем году? Давайте я... Знаете, я не могу сказать, я не могу спрогнозировать, сходя из того, в какую ситуацию наше правительство нас погружает. Оксана. Константин, Вадим, я что хотела на пальцах, на примере. То есть есть семья, есть у нас семейный бюджет. То есть бюджет города, местные налоги, все, которые мы собираем, попадают в доходную часть бюджета. Она спланирована, видно все. То есть все можете проверить. Есть 2017-й, есть увеличение минимальной зарплаты, то, что я сказала. То есть доходную часть мы сформировали, 8 миллиардов. Мы берем, просчитываем все то, что я сказала, зарплаты, энергоносители, стандарты, нивелирование этой всей реформы. И остается у нас, вот отвечая на ваш вопрос, почему нельзя спланировать капитальные расходы? Можно. Мы должны сначала спланировать текущие, а то, что вы слышите в дискуссии, мы их не можем спланировать по объективно, субъективным причинам. На сегодняшний год, на 2018-й в этом бюджете определено, что 2 миллиарда город выделяет на бюджет развития, это капитальные расходы. Значит, мы в феврале месяце подготовим и будет четкий перечень объектов, которые мы начнем после февральской сессии, начнет проводиться тандыр и так далее, осваиваться. То есть вопрос будет. Еще раз повторяюсь, эта тема можете уже просто ее дальше не использовать. В этом году нет заниженного бюджета. Вы можете сесть, спокойно поставить бюджет. Этот вопрос ставился действительно на каждой сессии и на комиссии и так далее. В этом году этой ситуации нет. Просто нужно перестать эксплуатировать эту тему. Константин, я вам ответственно заявляю, одесситам в этом году. Этой заниженного бюджета нет. Ну дай бог, чтобы так и было. Действительно, чтобы мы имели прогнозируемый, скажем так, бюджет, который не будет перекраиваться сто раз в течение бюджетного года. Я вас благодарю за интересный эфир. Спасибо большое, что пришли к нам. Я напомню, что у нас в гостях были Вадим Терещук, Светлана Сауленко и Оксана Гончарук, депутаты Одесского городского совета. Мы говорили о проекте бюджета на будущий год, работали в прямом эфире. Студию провел Константин Гречан. И оставайтесь на репортере.